ПЕСНЯ У тех, кто наблюдает за светской стороной форму не как участник, а как зритель, может возникнуть вопрос, зачем тратить столько денег на развлечения? На самом деле, современная элита строго следует заветам самого основателя Петербурга. Как налаживать политические и экономические связи на мировой арене, Россию учил еще Петр I и даже издал особый указ об ассамблеях. ПЕСНЯ Помни, сердце дамское, вельми на музыку податливо. Используйся ей, обласкан будешь непременно. Благотворительный концерт Валерия Гергиева в музее Фаберже звучал Чайковский и Клод Дебюси, как знак почтения французским гостям, которые приехали в Петербург вслед за президентом Макроном. ПЕСНЯ До начала концерта иностранные гости поражались сокровищем дореволюционной России – пасхальным яйцам и табакеркам с изображением российских императоров. Царь Петр одобрительно взирал с портрета на потомков. ПЕСНЯ Скромность приметы этого года – бриллиантов и мехов меньше, чем раньше. Хотя и в 20-ти градусную жару можно было увидеть дам в норковой шубе. Среди гостей фланировал и Виктор Виксельберг, который на время забыл о санкциях. ПЕСНЯ Второй год подряд гости форума съезжаются на индийский прием. Тематический журнал с фотографиями Владимира Путина и премьер-министра Индии сразу задает атмосферу не просто дружбы, но и стратегического партнерства. Под звуки индийских инструментов бизнесмены говорили о расширении контактов. В одной фразе, как вы описываете русские? Русские – самые гостеприимные люди на Земле, известные своими технологиями и инновацией. Явство употребляй умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствия танцам не учинять. Соблюдать меру на приеме удавалось с трудом. Лучшие индийские повара приготовили традиционные блюда, тактично уменьшив количество специй. Это блюдо называется алутеки. Это картофельные лепешки – самая любимая уличная еда, которую продают повсюду. Это наша шаверма. Это шаверма, который вы любите. Да, я, кстати, очень люблю шаверму. А какие русские блюда вы любите? Конечно же, борщ. Его и мой отец очень любят. Он бывал здесь в советские годы. В освященном зале возникнув вдруг духом не падай, телом не дубей, напротив. Округлив руки и не мешкая, в кипении гостевое сорвением включайся. Под цветом гигантских хрустальных люстр другие гости форума азартно обсуждали историю отношений России и Папуа-Новая Гвинея. Тематическая викторина «Что, где, когда» собрала более двухсот игроков. Назовите русское имя этого морского чудовища. Из легенды жителей Папуа-Новая Гвинея. Время. Представители экзотической страны впервые принимают участие в форуме под девизом «Папуа-Новая Гвинея – территория будущего». Что справедливо, ведь следующий саммит АТС пройдет на Тихоокеанском острове, где, к слову, именем Миклуха Маклая до сих пор называют своих детей. Мы восстановили в памяти исторические события, которые сыграли важную роль в развитии и России, и моей страны. Некоторые были незаслуженно забыты. И мы решили, что наши дружественные отношения надо закрепить. Без пения нет веселья на Руси, но оное начинают по знаку хозяйскому. Враж не входи, соседа слушай, ревя в одиночку, уподобляешься ослице Валамской. Молодежное крыло форума подпевала петербургской группе «Хеттерс» на арт-вечеринке, где собрались участники Всероссийского форума «Таврида». А на закрытом концерте в «Планетарии» слушали знаменитого британца Руби Уильямса. По мнению певца, секрет русского веселья – жить как олигарх и танцевать до упадов. На других приемах пели Земфира и Борис Гребенщиков. Ради петербургского форума «Отшельник с берегов Невы» вышел на публику. Классика звучала на приеме русских сезонов, где обсуждали предстоящее великое культурное посольство в Италию и нелегкое положение российской культуры. Наша жизнь, она очень сложна сейчас, наверное, или странна, потому что нам приходится доказывать величие нашей культуры даже там, где, может быть, нас хотят представить в другом свете. И мы должны как можно больше делать для того, чтобы показывать нас именно со стороны вот такой, какая есть Россия, какой есть Петербург. А те, кто не попал на прием в Михайловский театр, довольствовались неформальной культурной программой в самом сердце Петербурга. Интригующий образ, редкий тембр. Незнакомый исполнитель выбрал арию из Евгения Онегина, словно пытаясь напомнить, какой когда-то была светская жизнь блистательного Петербурга. Засим с Богом вперед! Сию заповедь применять постоянно, а не вспоминать, какой пункт стоя чурбаном посреди веселья. Евгения Альтфельд, Пульс города.